Света нет, но вы держитесь. Проливные дожди вновь стали причиной отключения электричества во многих домах дагестанцев. Проблемы отрасли в целом обсудили на пресс-конференции с участием специалистов-энергетиков. Аварийная школа под контролем властей. Председатель правительства осмотрел проблемный объект в Унцукульском районе. Атмосфера добра и единства. Самый крупный маджлист Гумбетовского района прошел в мечети имени Зайнулы Шарифе в Махачкале. Дагестан снова в лидерах, но в этот раз по росту стоимости за один квадратный метр в новостройках. По данным единого ресурса застройщиков, в регионе средняя цена квадрата на первичном рынке жилья выросла на 7,3% за месяц и достигла свыше 73 тысяч рублей. Помимо Дагестана, в первой десятке антирейтинга оказалась Кировская область и Республика Чувашия. Около 70 тысяч человек, по данным Минэнерго России, остались без света в Дагестане из-за дождей. Сейчас перебои электроснабжения фиксируются в разных городах и районах республики. Проблему, ежегодно нарастающую как снежный ком, обсудили на пресс-конференции на площадке Риадагестан. О том, стоит ли нам ожидать позитивных изменений в энергоотрасли, узнавала наш корреспондент Салья Магомедова. Ей слово. Эта пресс-конференция может смело претендовать на звание одной из самых длинных за последнее время. Почти полтора часа диалога, и весь он посвящен проблемам электроснабжения в Дагестане. Первым выступил министр энергетики и тарифов Республики. Марат Шахалиев рассказал, что для подготовки наших изношенных сетей к осенне-зимнему периоду удалось добиться дополнительного финансирования. Помимо порядка 550 миллионов, которые были запланированы сетевой кампанией к подготовке к зиме, а эта цифра была всеми сторонами признана крайне недостаточной и не обеспечивающей проведение всех необходимых мероприятий, за счет вмешательства и решительных действий нашего главы принято решение из федерального бюджета на эти меры направлено еще 1,2 млрд рублей. Отключали, отключаем и еще будем отключать. Мера вынужденная и не наша прихоть, объяснил исполняющий обязанности главного инженера филиала Дагенерго. Деньги на модернизацию электросетевого комплекса выделены, осталось лишь их целесообразно использовать. А пока без света, из-за непогоды потребители в городах Махачкала, Южно-Сухокумск, а также в Магарамкенском, Дербенском, Карабудахкенском, Кизлярском и Бабаюртовском районах республики. Это аварийное отключение. Помимо него существует плановое отключение, которое у нас в городе на сегодняшний день. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, стараемся минимизировать отключение, работает 17 бригад подрядных организаций. Кроме них, у нас работает своих примерно 17 бригад. Ну, вы понимаете, без отключения энергетики нет. Электромонтер не может провода касаться, оборудование касаться. Ему, к сожалению, нужно отключить и заземлить электростанцию, чтобы безопасно выполнить работу. Отдельная боль это отдаленные микрорайоны и пригородные поселки Махачкалы. Жители массово жалуются в социальных сетях на отсутствие электричества. Один из таких вопросов озвучили и мы. Не можем сказать, что на сегодняшний день в поселке Батан ведутся какие-то работы, может быть, для улучшения качества энергоснабжения, может, там устанавливают, там сформатор. Это работа не от нового года, поймите правильно, это действующие сети. Это действующие новые сети, мы могли бы быстро построить. Так как это действующие сети, там сегодня без отключения работать невозможно. Это опасно для людей, для тех же работников, которые работают на этих сетях. Все ТП-подстанции, которые там есть, заменить ветхие, поставить новые современные. ВЛ-04, которые ветхие провода и так далее, их убрать на современные самоизолированные несущиеся провода поставить. То есть качество напряжения, надежность этих федеров будет до конца до потребителя доведена. В целом беседа состоялась в присутствии журналистов, блогеров и общественников. Энергетики в очередной раз обещали привести отрасль в нормативное состояние, но в течение ближайших нескольких лет. А пока нас заверили в том, что в предновогодние и новогодние дни не будет разве что плановых ограничений электроснабжения. Вероятность аварийных отключений не исключается. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Проблемная школа под контролем властей. Председатель правительства региона Абдул Муслим Абдул Муслимов посетил с рабочей поездкой Унсу-Кульский район. Здесь премьер осмотрел образовательное учреждение, которое находится в аварийном состоянии. Дело в том, что в одном из корпусов изо дня в день увеличивается количество трещин, что создает риск для образовательного процесса. Абдул Муслимов сообщил, что по поручению главы Дагестана Сергея Меликова уже подготовлена необходимая документация на строительство новой школы на 800 ученических мест. А пока же принято решение о том, что часть учеников будут заниматься в безопасном помещении. Дагестанцы смогут выявить заболевания костей на ранней стадии. Новое медицинское оборудование закуплено и установлено в Республиканском диагностическом центре благодаря вмешательству главы правительства региона. Я с первого дня работаю здесь, в отделении рентгенологии. В 91-м году, когда мы пришли сюда, здесь было всего три аппарата. Один флюорограф, два рентгеновских аппарата. Сейчас в моем отделении 18 аппаратов технических. Из них три шикарные компьютерные томографы, два из них 128-срезовые, два магнитно-резонансного томографа, это 1,5-тисловые, современный маммограф, современный денситометр, современный цифровой флюорограф. Напомним, что Абдул Муслимов посетил Республиканский диагностический центр еще в августе этого года, когда и узнал о нехватке аппаратов. На покупку двух единиц нового оборудования правительство выделило 33 миллиона рублей. Самый крупный маджлис Гумбетовского района прошел в мечети имени Зайнулы Шарифи. Мероприятие посетили выходцы из разных соу-муниципалитета. Кроме традиционного исполнения нашидов и выступлений богословов, на маджлисе разыгрывали дорогие подарки, среди которых было и три путевки на Малый Хадж. Продолжение темы – сюжет Айши Тухаевой. Несмотря на то, что мероприятие затянулось до позднего вечера, народ долго не расходился. Атмосфера добра и единства не оставила равнодушными участников ежегодного маджлиса, на который пришли почти 3000 человек. Министерство национальной политики и делам религии является головным исполнителем комплексного плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма. Соисполнителями являются Министерство спорта, Министерство образования, Министерство культуры и Агентство печатной информации. Вот столько направлений проводят работу с экстремизмом и терроризмом. Но во всех направлениях, во всех мероприятиях с нами находятся представители муфтията, отдела просвещения. Когда мы приглашаем, они нам не жалуются, они нам не говорят, что у нас нет транспорта, они нам не говорят, почему поздно нас предупредили, они нам не предъявляют никакие свои претензии, они с нами работают. И этим я хочу сказать, и этим хочу выразить благодарность муфтията Республики Дагестан в лице шейха муфтия Ахмада Ханди Абдуллаева. Недавно мы, проводя свои мероприятия, были в СИЗО. СИЗО один, где сидят люди в ожидании приговора. Там к нам привели 22 человека, молодых ребят, наверное, где-то 13. От 13 до 18 лет. Вот школьники, дети, среди них где-то 18 человек были девочками. Вот когда мы у них спрашивали, вот за что хоть вы, дети, школьники, попали сюда в СИЗО, они, это оказалось, что они в интернете нашли какие-то фотографии, что один рубль поможет спасти жизнь человека. Если вы переведете несколько копеек, вы можете спасти определенного человека и так далее, и так далее. Вот так они за финансирование терроризма там сидят. Если вы спросите, почему эти дети там сидят, почему их не оправдали и так далее, и так далее, их, наверное, оправдают со временем, но до суда они там сидят. На мероприятии вручили награды наиболее эффективно работающим имамом, менеджером газеты «Ас-Салам» и другим работникам подведомственных муфтияту республики организаций. Единство и взаимопонимание во благо мира – основная тема выступлений богословов. Вот такую сильную, прочную любовь создал пророк салиллаху алейху ассаляма абсолютно между разными племенами народами. Племена, которые друг другом враждовали сотни лет, они стали самыми близкими братьями. А это стало тяжело. Знаете кому? Мунафику, о котором мы сегодня говорим. Мунафикам стало это тяжело. Абдуллах ибн Убай, когда однажды между людьми простыми всячески бывает разговор, ссора, разногласия между ансаром и мухаджиром, случилась такая стычка. После того, как они разошлись на месте собрания, где собрались мединцы, ансары, тут же, воспользовавшись этот негодяй, голова всех мунафиков Абдуллах ибн Убай говорит, вы сами виноваты, о мединцы. Вы сами виноваты в том, что этого презренного Мухаммада приняли, с его сподвижниками, вы сами виноваты в том, что поделили свое имущество, пустили, приблизили их к себе. Я прошу Аллаха, чтобы Аллаху Та'ала нас одарил искренностью, защитил нас от лицемерия. И когда нужно за ислам, за имама, за муфтия, за халифов, за пророка, салли Аллаху алейху вассаляма, когда нужно говорить, чтобы мы могли говорить, остановить мунафиков, хотя бы словами. Да поможет Аллаху Та'ала нам в этом. Вассаламу алейкум варахматуллаху варакату. Мавлид традиционно был посвящен примеру жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и его сподвижников. Главная задача подобных мероприятий – это объединение верующих во имя мира и спокойствия в регионе. Айша Тухаева, Ислам Халиков, Дауд Гасанов. Новости ННТ Махачкала. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова